Гремлины в воздухе. Начатое испытание БПЛ-А. X-61А Опытный. X-61А в полете. На днях американская компания Dynetics сообщила о проведении первых летных испытаний перспективного беспилотного летательного аппарата. X-61А Главной задачей этого проекта является объединение нескольких БПЛ-ов в стаю с возможностью самостоятельной работы или выполнения команд оператора. Первый испытательный полет завершился аварией, но в будущем планируется исправить все недочеты. Перспективные гремлины. Изделие X-61А стало результатом программы агентства DAPA, изучающего новые способы применения БПЛ-а. В 2014 году агентство запустило новую программу, целью которой являлось создание нового БПЛ-а для работы в стаях. В программе участвовало несколько компаний и организаций. В 2018 году победителем конкурса на разработку беспилотника стала группа компаний во главе S-Dynetics. Компания Dynetics является головным разработчиком. Также в ее проекте участвуют несколько других фирм. Kratos US отвечает за планер. Williams Int предоставила силовую установку и так далее. К разработке электроники и методов управления привлекли сразу несколько суподрядчиков. Итогом проектных работ стал БПЛ-а. X-61-а, предназначенный для отработки как самой концепции, так и средств ее реализации. При помощи опытных аппаратов планируется изучить работу техники во всех режимах работы на всех этапах полета. Новые БПЛ-а названы в честь гремлинов персонажей английского армейского фольклора, а затем и одноименной повестье R. X-61-а под крылом носителя. Экспериментальный БПЛ-а может нести нагрузку около 70 кг, развивать скорость порядка M равно 0,8 и находиться в воздухе до 3 Ч. Конструкция рассчитана на 20 полетов по полному профилю. Пока БПЛ-а не имеет специального оборудования и оснащен только аппаратурой, необходимой для пилотирования и взаимодействия с носителем или другими беспилотниками. Целью нынешнего этапа программы является отработка общих вопросов взаимодействия во всех условиях и на всех режимах. В дальнейшем технику могут оснастить теми или иными приборами для проведения различных тестов и испытаний. В нынешних испытаниях в качестве носителя используется дооборудованный военно-транспортный самолет C-130. Под его крылом установлен пилон для перевозки БПЛ-а. В кабине необходимая радиоэлектронная аппаратура. В дальнейшем опытный носитель получит устройство для приема беспилотника на борт. В перспективе носителями гремлинов могут стать другие самолеты или БПЛ-а тяжелого класса. Для носителей на базе ВТС предлагается специальная выдвижная стрела с удерживающей системой для БПЛ-а, способная выпускать трос с буксирным устройством. При помощи выдвижного крюка БПЛ-а должен ловить устройство, после чего носитель может подтянуть его и ввести в грузовой отсок. Схожее устройство в будущем планируется разработать для других носителей. Беспилотные задачи. БПЛ-а типа X-61A и будущая техника на их основе должны будут работать группами стаями по несколько единиц. Предполагается, что они смогут поддерживать связь друг с другом, перераспределяя информацию и задачи, а также взаимодействовать с наземным командным пунктом или самолетами в воздухе. Первые секунды самостоятельного полета. Стаи беспилотников предлагается использовать в различных ситуациях для выполнения разных задач. Десятки БПЛ-а могут осуществлять разведку крупных районов или выполнять цели указания для вооружений. Также они могут нести оружие и применять его по команде отпилотируемого самолета. Во всех случаях обеспечиваются преимущества перед традиционными методиками, связанные с большим числом БПЛ-а и сокращением рисков для людей. БПЛ-а X-61A Кремлин имеет еще одно важное качество. Он выполнен в виде возвращаемой системы воздушного базирования. Специализированный самолет-носитель сможет доставить их в заданный район и обеспечить дальнейшую работу, а затем забрать их и вернуть на базу. Все это существенно упрощает развертывание техники, в том числе на большом удалении от баз. По сути, боевые возможности такого комплекса не ограничиваются дальностью полета отдельных БПЛ-а и больше зависят от носителя. Впрочем, пока речь идет только об отработке взаимодействия пилотируемой беспилотной техники. Опытные образцы должны выполнять полет, обмениваться данными и совместно строить тактику. Ведение реальной разведки или нанесение ударов пока не предусматривается. Первые испытания По данным компании-разработчика, первые летные испытания БПЛ-а X-61A состоялись еще в ноябре прошлого года. Их провели на полигоне Дагвей, Шате, Юта, с использованием опытного образца с обозначением GDS-01. Также в мероприятии задействовали самолет C-130 со специальной аппаратурой и наземный командный пункт. Применение стоит в представлении художника. Самолет-носитель на переднем плане готов принять гремлина на борт. Участники проекта уже построили еще 4 БПЛ-а нового типа и готовятся к их испытаниям. Полеты начнутся в ближайшее время. Новые опытные гремлины должны будут показать возможность одновременного запуска и совместного полета с взаимодействием по принципу СТАИ. Также в ходе последующих испытаний проверят систему возвращения БПЛ-а на борт носителя. На пороге будущего. Нынешний проект DAPA Dynetics X-61A GAF рассматривается в качестве экспериментального и предназначен для отработки основных технических решений в сфере СТАИ БПЛ-а. Этим определены специфический облик опытной техники и выбор ее носителя. В дальнейшем на основе накопленного опыта может быть разработан новый аналогичный комплекс, изначально пригодный для применения ВВС. Разработка такого комплекса пока не начиналась, но уже имеется общее понимание концепции. Он должен включать самолет-носитель с необходимой аппаратурой и возможностью несения большого числа БПЛ-а, а также собственно беспилотники. От последних требуются достаточно высокие тактико-технические характеристики, возможность выполнения разных задач и минимально возможная цена. Как считают в компании Dynetics, новая техника с точки зрения тактики должна занимать промежуточное положение между крылатыми ракетами и самолетами. Первые способны самостоятельно атаковать цели, но при этом достаточно дороги. Удар авиации может быть дешевле, но самолету приходится входить в зону действия ПВО противника. Применение БПЛ-а по типу X-61A позволит выполнять разведывательную или боевую задачу с требуемой эффективностью, но без рисков для пилотируемых самолетов. По разным оценкам, появление полноценных боеспособных гремлинов, пригодных для работы в стае и эффективного решения всех поставленных задач, даст ВВС принципиально новые возможности и резко повысит их боеспособность. Однако разработка боевых комплексов такого рода все еще остается делом отдаленного будущего. Пока американским специалистам из ряда организаций и компаний следует завершить работы по экспериментальному проекту X-61A Кремлинс, какими будут результаты этого проекта станет известно позже. Первые полеты новых прототипов состоятся в ближайшее время, а затем начнутся новые эксперименты. Продолжение следует...